Тимур, вернемся к личным соревнованиям. У тебя было два боя со своими коллегами по команде. Тяжело фехтовать соперникам, которых ты хорошо знаешь? Ну, это, конечно, тяжело. Не хотелось, нежелательно, конечно, на соревнованиях встречаться из одного региона. Своих убирать друг к другу. Ты знаешь наизусть уже все свои ошибки, и они тебя знают хорошо. И это намного сложнее, чем с кем-то другим. Из-за этого бои получаются очень плотными и такими сложными. Потом был бой за выход в финал с Лешей Черемисовым. Насколько тебе принципиально встречаться с соперниками из сборной? Ну, мне не настолько принципиально. Все равные бойцы, все сильные. Турнир такой сложился очень ровненький. Ну, все подошли, конечно, в разных формах. У кого-то получилось, у кого-то что-то не получалось. Ну, я в этот раз дошел до тройки, как говорится. Уже за выход двойку, уже с Лешей Черемисиным. Вначале у меня все складывалось хорошо, я контролировал ситуацию, но в течение боя, где-то в середине, там, чуть-чуть я потерялся, что ли, завелся и уже потерял нить боя. И это мне помешало выиграть его. Ну, Леша тоже хорошо фехтовал, наносил хорошие уколы. Достойно выиграл меня, но в финале ему, конечно, чуть не хватило. Артур его одолел, так сказать, и занял первое место. Молодцы, хорошо сражались, хорошо бились. Был интересный бой также. Все было здорово. Вы сегодня командой выступили просто великолепно. Вас не остановить было ни в одном поединке. За счет чего удалось так сплотиться и просто всех соперников переиграть? Ну, скажем так, мы уже давненько не выигрывали Кубок России. Последний раз это в 2010-м. И с каждым годом нам хотелось повторить этот результат. В прошлом году мы проиграли одним уколом также в Мособласти. Было обидно, конечно, но мы сделали какие-то... сделали... поработали над ошибками. Мы уже здесь, на этих соревнованиях, уже подошли более ответственно, тщательно. На каждого соперника определенный план. Мы уже этим планом выходили и фехтовали. И так получилось, что в этот раз нам удалось это достигнуть первого места. После бронзы на чемпионате мира в Казани, да, прошлый сезон для тебя сложился, наверное, не очень удачно. Как ты считаешь, с чем это связано? Ну да, для меня это, конечно, отразилось на моих результатах. Это чуть-чуть, может, меня расслабило, что ли. Менее какое-то... Я стал... Менее... Как бы... Концентрация внимания снизилась. Это мне чуть... Вот этот результат меня чуть расслабило. И прошлый сезон у меня немного не сложился. Не было таких более высоких результатов, так скажем. И я не смог отобраться. Ну, надеюсь, я с этим... Этот момент, как, скажем, будет для меня как урок, что ли, опыт. Но будем расти дальше, работать. И теперь уже будем по-другому чуть-чуть подходить к боям, общаясь с встречами на соревнованиях. Надеюсь, все сложится. И в конце сезона посмотрим, что будет из этого. Ставишь перед собой задачу попасть в сборную перед Олимпиадой? Не, ну, задачи-то всегда высокие. Не только перед Олимпиадой. Ну, посмотрим. В конце сезона, как я говорю, будет видно, попаду или нет. Ну, сделаю все, чтобы попасть туда. А там уже как получится. Спасибо тебе большое. Удачи тебе в этом сезоне. Спасибо. 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 Спасибо.